Могилёвские улады привитали у областных центра и делегацию немецкого города Фредена. Доброчинная инициатива католицкой общины, супрацовничая с Могилёвым, 25 годов. Всё начиналось с допомоги потерпелым от Чарнобыля. Теперь же гуманитарная поддержка стала больше широкой. Доброчинники из Германии наведали Могилёвский центр коррекционного научения и реабилитации, где занимаются дети-инвалиды. Немецкие доброчинники приехали у центр научения для детей с особливостями развития с солодкими подарунками. Якие сподобалися малым. Говорят, что теперь немцам, хапая своих проблем с эмигрантами, але инициатива с Фредена почала супрацовничество с Могилёва 25 годов тому, коли доведовался про Чарнобыль и протягивая теперь. У нашем городе, сказал Хуберт Лихтенберг, живут 23,5 тысячи человек. И пятьсот с них беженцы с Сирой и инших краин. Люди приносят для их так шмат один и инших рэчел, что застаётся и для Могилёва людей, які мають потребу у патрымцы. Мне доставляет это удовольствие, если я могу помочь, протянуть руку помощи. Немцы належат католицкой общине, а супрацовничают тут с християнской организацией. Табея, де протестанты, люди розных християнских конфессий, объедновываются в деле добрых справ. Доброе дело – это итог или термометр, по которому можно определить нашу цивилизованность. Насколько мы относимся хорошо и правильно к старику, к сироте, к инвалиду. Настолько, если мы правильно относимся, то мы ли цивилизованные люди. У Центра коррекционного навучания подкресливают, что держава клопотится про их и забеспечивая всем необходимым для деянности, але от любой допомоги добрых и спогадливых людей тут не отмавляются. И, конечно же, когда приезжают волонтёры, инициативная группа, мы стараемся участвовать в каких-то проектах. Лишняя помощь, лишняя поддержка всегда приятна любому человеку, а тем более маленькому ребёнку. Илона Иванова, Денис Бутылин, Новины Регион.